Прежде всего, я встречаю Новый год уже, начиная с 91-го года, уж точно не дома, к сожалению, не в семье. В работе, я за организатор праздника, и встретить 31 декабря в работе, это, значит, хороший знак. Значит, весь год будет наполнен ивентами. Кстати, новояз, этому слову два года, и он укоренился в русском языке, уже есть реестр, где это слово утверждено в русском языке. Не event, как многие пишут, а event, и полный реестр у меня уже есть в компьютере. Он в определенном институте русского языка зафиксирован, как русский новояз. Он в словаре, в русском словаре. Так вот, по Новому году. Я категорически против этих каникул. Нация спивается в это время, реально спивается. Я недоволен, либо надо уезжать в Таиланд и отмокать просто там, потому что заказов практически... Остаются Деда Мороза со снегурочками, детские праздники. И совершенно упившиеся папаши, которые... Нечего им нечего делать, им скучно, они ушли с работы, у них была работа, интересная работа. И тут молодые мужики сидят в компаниях, ну выпей ты немножко, так это же стандартно. Пьянка начинается с 10 утра, после очередного будуна. Вот пришел Вася с Аленой, сели, выпили. Поехали. О, давай поехали, погуляем немножко, а потом опять выпили с другой компанией. Пять за столик, пять за столик. К вечеру больная печень, человек не в состоянии, потом больница. Вы представляете, какая статистика? Уже с 25 декабря она поднимается в десятки раз, ну если не в десятки, но в десять раз. Больницы переполнены отравлениями, ожогами на почве пьянства, от этих фейерверков. Больницы переполнены людьми с инфарктами, с инсультами, на почве опять же интоксикации алкоголя. С печеночными определенными проблемами. То есть дичайшее количество. Медики не успевают принимать людей просто. То есть это ужасное воспитание нации. Я скажу, например, воспитание питья. У меня провел недавно несколько грузинских и армянских свадеб. Все ушли на своих ногах. Русская половина, ее просто выносили. То есть была армянская и русская свадьба. Армяне ушли, обнимаясь и на веселе, а нескольких русских вынесли. Машины, просто, и женщин в том числе. Поэтому Горько фильм гениальный, я считаю. Парень снял совершенно, Крыжовников, это его псевдоним, совершенно гениальный фильм. Называется «Горько». Я советую смотреть все нации, хотя бы немножко воспитаться, как проводить свадьбу. Это ужасная действительность. Не потому что там Светлаков тоже неплохо играет, но он там пассажирный генерал свадебный. Но как играют актеры? Какая тема поднята по свадьбе? Это великолепная тема. Вот. Вернемся к праздникам. Категорически против. Вернуться на работу хотя бы временно. Дай ты там первое, второе отстрелять. Ведь при Сталине было все четкое. Тридцать первое дал отдохнуть, первое отоспаться. Второе ты на работе. Все заводы в ружье. И работали ребята. Будь любезен. А праздников просто других не было. Здесь к чему-то, зачем-то, почему-то появилось. Кто, когда. Я даже не помню первый год, когда мы стали так долго отмечать. Я при советской власти не было такого долгого отмечания. Люди уже к третьему числу. Второе всегда было, конечно, тоже отдых. Но третьего вся страна выходила на работу. И Женя Лукашин уже знал, что надо идти ему и работать. После встречи со своей любимой в Питеру, в Пифере, в Москве. И там еще это новогодний фильм. Они знали, что надо идти на работу. И возвращались. И только там Рождество не праздновали. Страна не была выцеркленной. Она не была региозной. Сейчас Рождество еще, как бы у нас считается, надо гулять. Рождество, это праздник, это не пост. И зачем-то там еще добавляют. И до 10-го числа. При этом моя любимая группа, Леша Кортнев, которую я просто обожаю в Дальней Дружбе. Когда потрясающаяся песня с 1-го по 15-е, где он описал все 15 дней кошмара, только в юристической форме. Уже много лет этот клип крутится. И просмотров миллионы этого клипа. Поэтому категорически против. Лучше отдайте какие-то праздники побольше, может быть, на 8-е марта. Пусть женщина отдохнет. Добавьте 9-е, 10-е. Я не знаю, там, по-моему, 9-е добавляют. От этих добавьте. Не заберите, нельзя забирать. Далее чем? Но серединка должна быть, чтобы человек вернулся. Трудно приучить нацию. Другое дело, чтобы все равно будет на работе пьянка. Ну, не то, я понимаю, уже настроение не то. И до 15-го страна вырублена. Тоска смертная. Категорически против. Продолжение следует... Продолжение следует...